Привет, мои хорошие! С вами Селена Свои, и сегодня у нас опять фикс прайс. Вы, мои дорогие, просите постоянно меня снимать побольше таких видео с фикс прайса. Поэтому за последнее видео я просто буквально там на следующий день пошла в фикс прайс, и опять мне что-то понадобилось, и вот я купила там. В общем, сегодня расскажу, что. Наконец-таки я купила конфетки, которые давно хотела попробовать, нашла. И они действительно мне напоминают, знаете, баунти. Ну, есть что-то, да, это кокос и шоколад. Поэтому это баунти. Прикольные конфетки, понравились мне очень, сладенькие. Так что, кто еще не пробовал, попробуйте. Сладкоежки. Кто сладкоежки, бегите, бегите и покупайте. Также я купила пасту Кулгейт. Знаете для чего? Вы мне просите снять видео лизун с пастой. Ну, посмотрим, попробуем, что у нас получится. Вообще не представляю даже, кто просил. Так что скоро. Также я купила, смотрите, вот такие вот ароматизаторы. Кстати, хотела вас тоже спросить, кто знает и кто как справляется с этой задачей. Это ароматизатор для белья. Они здесь разные есть. Цветок пиона, цветок лотоса и цветок сакуры. Не знаю, как пахнет. Давайте вот саку, например, понюхаем с вами вместе сейчас. У меня постоянно в шкафу, ну, белье начинает пахнуть шкафом. Знаете, вот не люблю, когда это происходит. Приходится мне чем-то брызгать. Ух ты, как вкусно пахнет. Яркий очень запах. Выглядит он вот в такой вот штучке внутри. Пластинка какая-то. Видимо, ее не нужно вытаскивать, я думаю. Он уже пахнет очень сильно. Внимание, бумажный пакетик с ароматическим саше не вскрывать. Положите саше в ящик для белья, комод или в плотиной шкаф. Вот, то есть вот это вот надо ложить. Девчонки, реально запах классный. Но у меня вот, например, три шкафчика, я его все положу. Могу с вами со всеми понюхать и сказать, что пахнет лучше всего. Ммм. Блин, кайф. Они все пахнут вкусно. Такие необычные яркие ароматы. Цветок лотоса. Ммм. Девчонки, короче, можете брать любой. Реально все очень вкусно пахнут. Я прям сегодня положу в три ящика. И надеюсь, что мое белье будет пахнуть, когда я буду его оттуда доставать. Так, дальше поехали. Это для девочек. Тра-та-та-та-та-там. Потом в Экспрессе я купила вот такую штучку. Это какой-то наборчик. Я раньше его не видела. Здесь умывалка Гималая. Гималая очень классная, на самом деле, фирма. Я была в Индии, когда там очень много их продают. И вроде как натуральное все. Но я покупала, мне понравилась эта косметика, в принципе. В общем, умывалка. Питательный крем. Но это как раз для пробы. Он в таком пробничке. И зубная паста. Вот такая вот маленькая. Малюсенькая. Ну, для того, чтобы вы попробовали. У меня вообще было все. И зубная паста, и умывалка, и шампунь. Все, короче, было. Эти Гималайи потом. Я там в Индии покупала. Они покончились. Короче, я думаю, что это прикольная косметика. Но на пробу как раз-таки отлично. Мне кажется, этот наборчик 50 рублей вообще стоит того. Дальше я купила... Ой, смотрите, какую штуку я нашла. Вообще, угадайте, что это. Это, короче, чехольчик на подушечку. Хотя у меня подушечки не квадратные. Но я, блин, взяла себе две штучки. Думаю, как классно будет для декора. И даже у меня одна готовая. Но... Вот она. Но я ее, короче, засунула сюда подушку. У меня 40 на 70. Вообще, размер 40 на 40 для квадратных подушек. А у меня две 40 на 70. И с них все время спадает наволочка. Короче, у нас будут вот такие две подушечки сзади лежать теперь. Клево. Вообще, я когда их увидела, это такая милота. И я прям вообще сразу их схватила и взяла. Я их нигде не видела, ни в каких фикс-прайсах. Я не знаю, может быть, их завезли. Просто я заехала в другой фикс-прайс вообще, где я не живу. Мой бывший район. Там они были случайно. Также я взяла еще перманентные фломастеры. Говорят, что это старая коллекция. И они не везде есть. Хотя везде, где я была, в фикс-прайсах, везде они были. В принципе, в достаточном количестве. Но смотрите, как бы могут они, наверное, закончиться. Если кому-то нужно, берите. Которые пишут на всех поверхностях. Вот такие фломастеры. Это я, если помните, прошлое видео вам рассказывала. Там были другие цвета. А здесь черный, коричневый. И я тоже там придумала еще кое-что. DIY один. Покажу вам. Мне нужен был черный цвет для этого. Видите, все для вас. Также в другом фикс-прайсе. Вот в одном фикс-прайсе я взяла одни коробочки с одной расцветкой. А в этом фикс-прайсе были две вот такие коробочки с другой расцветкой. Ну, вы понимаете, да? Я беру, пусть они будут. Они очень красивые. В них можно как хранить что-то классное такое. 25 рублей одна коробочка. 50 рублей две. Это вообще просто копейки. Также взяла лаки вот такие яркие. Это когда мы делаем с вами DIY, раскрашиваем. Вот у меня все такие бледные. А это специально в фикс-прайсе взяла, чтобы была яркая. Розовая, как всегда, классика и оранжевая. Короче, чтобы все сияло, горело. Также я купила себе, смотрите, сколько клея. Это для лизунов, для всяких всего, короче, всего. Для тинта, которая собираюсь делать. 100 слоев тинта, короче, все для вас. И, как вы помните, моя корзинка сломалась. Я взяла себе две. Такие вот. Я уже ходила осторожно, смотрела под ноги. Две корзиночки взяла. Они очень классные. Они, потому что они небольшие, на самом деле, да, их можно поставить вот куда угодно. Но они очень вместительные. У них реально очень много можно поместить всего. Мне кажется, эти корзинки очень классные. Плюс цвета очень нежные, красивые. Есть зелененькие вот этот вот, как это мята называется, да, розовенький есть. Вот все, что я купила в фикс-прайсе. Чем хотелось с вами поделиться и спешила. Так что, если вы что-то нашли новенькое, спешите, чтобы это не разобрали. Все самое лучшее разбирать быстро. Надеюсь, мое видео было вам полезно. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я с вами прощаюсь. До следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok